всем привет ребят сегодня у нас обзор на дерево блевно дерево триант вот такой вот герой у нас старенький герой но используется до сих пор почему потому что когда он используется скилл вот так вот баттл хум называется он рисует героев зависимости от прокачки скилла также рисует он их с определенным количеством жизни один раз за поем может героя только реснут не более того но и дает ему дополнительно еще защиту давайте так сразу же его апнем на максималку на десятку максимально у него 12 5 героев понижает на 50 процентов входящий урон то есть дает защиту также восстанавливает героев 70 процентов жизни кулдаун в 6 секунд в общем вот так вот очень кайф смотрится во всех локациях особенно использую часть его на битве гильдии на подземках можно использовать единственное что он не работает в защитном режиме то есть он не будет у вас резать на волнах героя в атакующих режимах он работает давных нет по талантам вот как видите вот все таланты которые ему самые оптимальные это оживо он рисуется полностью фуловый либо ремка рунами вы можете поставить там оживу но ты под руки какие-то таланты но лучше всего вариант это вот так вот оживо и ремками ремками и рунами ремка то есть либо такой либо такой вариант это самое скажем так ну с оживой как бы и силой больше и можно еще потрашивать он дрестница флоу и так и поехать делаем ему эволюцию и делаем агментацию и герой по жизни сразу говорю очень слабенький в него жизни немного поэтому надо его собирать по возможности на уклонение либо там даже жизнь как вариант потому что он очень быстро проседает и это самая большая проблема этого героя так окей поехали гея гукея называется так в принципе за карты можно поехали будем ролить попробуем сейчас уклонение на ролик можно попробовать кстати скрит резистом его как вариант чтобы его не критовали все остальное он не дамахер все остальное им не особо надо читал уклонение не прут как только сказал начали хотя бы показывать их это своего рода саппорт вместе например с горгулом не дают очень неплохой дав что очень хорошо допустим те же самые по локации если он включится плюс включится там горгул либо на героях стоит каменка священный огонь герой будут получать намного меньше урона соответственно их не так просто будет слить так ну давай уже не хочет уклонение нам сегодня рандом чик подгонять криты зачем мне криты на дереве будем его использовать также в древнем там она очень хорошо помогает по чарам но по чарам тут вариант как по мне единственное это доспех плюс 25 процентов жизни все остальное там хранитель леса ему ставят этот хранитель леса вас никак не спасет так ну чё там у нас уклонения будут или нет или мы все таки оставим от фонаря просто жесть ладно поехали я потом себя буду ролик пересоберу пока соберу то что выпадет более менее оптимальное чтобы вам показать потому что это можно полчаса ролить уклонение ничего толком не выбить так что вообще не плет наконец-то наконец-то уклонение крит резист крит а не надо крит и так появится на двенадцатом скилле даже за четыреста пятьдесят пятерок нам не видать жизнь боль так ну давай уже 6 двойки тройки вот так вот и крит мать его так так отлично с этим мы разобрались поехали качаем дальше качаем сразу его на full и уже будем тестировать на фуле посмотрим статки и запустим куда-то чем подальше кстати вам сейчас покажу как она действует будут убивать у меня возможно минотавра и сейчас мелких всех по выпускаем вот так вот видите убили этого убили этого 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 и вот это теперь выпускаем дерево вот она сразу же включила скилл с ремкой она может умереть и ожить и опять же тоже включится ну для этого надо чтобы героя ну то есть рез идет на одного героя один раз за бой поэтому не всегда спасет бывают моменты когда его просто там например ослепляют либо молчанку кидают и вырезать вас не сможет также может а разобрать заблокировать поэтому тут надо тоже осторожно по питомцам вариантов очень много разных видите у меня еще даже вот так вот пока не будем заморачиваться по питомцам можно ставить слоника чтобы не станели потому что зачастую это очень большая проблема у многих бывает выпускают дерево на той же самой битве гирлии она просто тупо стоит встань и его раздают за пару плюшек поэтому надо уже смотреть по ситуации так настолько нам не надо так есть делаем вторую эволюцию так то есть это чисто support который ну реально офигенно тащит вот можно даже так его выпускать до того как ударит смотрите например враги или стрелок и он соответственно даст нормальный дав минотавру и мы минотавр просто не так сольется быстро он дает щит и это спасает потому что без щита минотавра как знаете разбирают очень очень быстро вот ударил выражаем ударил очень-очень скажем так слабенько так обградим уже практически на финишной прямой то есть даже так вот от него уже есть польза и толк в любом случае на любом аккаунте трианта вам придется качать независимости того хотите не хотите этот герой реально очень полезный особенно если у вас проблемы на битве гильдий без него наверное процентов бы 30-40 не бегали особенно с минотавром часто уже попроще а раньше с минотавром только брали трианта потому что это перестраховка в первую очередь слива вот видите стрелок даже бьет но он уже не настолько опасен так ok есть что мы имеем на максималке сто девять тысяч жизни принципе фигня плюс 227 у нас рунами если мы сделаем наоборот сейчас поставим сюда где там наша римка сохранить или с ними вот так а тут поставим живу вот сейчас у него плюс 184 как видите лучше поставить римку оживу то есть отжива дает тут 47000 ожива дает все-таки оживая 7 урон ей в принципе не нужен дает больше жизни то есть такой вариант плюс доспех будет получше даже но опять же кремки ну разные варианты есть то есть это все зависит от того кто как хочет собирать так ну тут давайте сейчас что-то попробуем тоже словить более менее интересное можно было кстати зря я поменял отлично поставим назад будем использовать все равно на этом на древнем поэтому пока это будет нормальный вариант на пвп без разницы пока так поехали давайте вот на арену сбегаем вдохе я вам тут к сожалению сейчас я бы не покажу покажу вам его в атаке если у нас конечно будут интересные противники давайте например так так вот смотрим молчанку наложили я надеюсь они сейчас сольют там быстренько паладина потому что дерево ему тоже дав дает вот слили дерево ай-яй-яй-яй тут конечно без вариантов ладно попробуем против этого надеюсь тут получше будет смотрите паладина там под дефом дерево вообще будет сложно убить наверно мы еще сейчас и затащим не наверное точно но убьете паладина да вот они убили паладина и сейчас дерево должно включиться если успеет вот рискнулся паладин то есть вот таким вот образом в принципе она работает если буду я в дефе на меня будут нападать это работать не будет в забытой в атаке она работает у меня правда нет уже попыток также можно вот здесь использовать сейчас мы понабираем героев правда нас тут мы тут наверно просто всех сольем сейчас знаю посмотрим может и меня затащат по одному не вряд ли так надо найти каких-то героев со второй эволюции вот отлично раз два три четыре так атланты слили копидон и слилили леди лео леди лео держится скупидоном остался у нас один риббит вот всех моих принципе слили выпускаем опять же дерево включает скил и сразу пять у меня четыре героя реснулась то есть вот таким вот образом проходится битва гильдии там некоторые локации то есть вот для чего этот нужен герой есть еще дополнение ему это седна немножко другого плана герой о нем уже есть видосик принципе там все рассказано показано это вот такого типа тут дается дав живо больше героев самое основное это наверное больше дав если сравнивать там атака дается одному героя но там она хилит а этот хилит только когда воскрешает 70 процентов там со ста процентами рождаются меньше героев там но тут дается дав там дается одному атака плюс от хил ну в общем разноплановые плюс там сам герой дамажит неплохо этот дамажить у вас особо не будет вот в принципе так и вкратце вам все рассказал пишите коменты подписывайтесь лайки репостики все как обычно всем удачи всем пока